Вера вечна, Вера славна, Наша вера, права славна. Тайна беззакония Российской Федерации, Великой Блудницы Апокалипсиса. Практически все русские люди, живущие ныне на Святой Руси, пребывают в полной уверенности, что Российская Федерация есть законная государственность, а они, в свою очередь, являются живыми людьми, законными гражданами этой государственности. Но так ли это на самом деле? Нет. И убедиться в этом сегодня может каждый. На сегодняшний день уже ни для кого не является секретом, что указ первого президента РФ Ельцина, номер 2024-1 от 25.12.1991 года о создании государства Российской Федерации, так и не вступил в законную силу. Не был утвержден Верховным Советом Депутатов РСФСР, то есть народом. Этот факт открыто подтверждает Министерство юстиции РФ, когда получает соответствующие запросы от людей. То есть, какие бы то ни было основания считать Российскую Федерацию законной государственностью, отсутствуют. Положение с гражданами и гражданством в Российской Федерации аналогичной ситуации с государственностью. В соответствии со статьей Конституции РФ, который является основным и главным законом РФ, гражданство Российской Федерации приобретается в соответствии с федеральным законом. На первый взгляд, эта формулировка не вызывает вопросов. Однако, на дату вступления Конституции РФ в силу 25.12.1993 года, в Российской Федерации не было ни одного гражданина. Все люди считались гражданами СССР. Ни одного федерального закона. Все законы были СССР и РСФСР. Но, чтобы приобрести гражданство РФ, нужен федеральный закон, который должны принять депутаты Госдумы РФ, согласно статье 97 Конституции РФ. Депутатами могут быть только граждане РФ. Избранные избирателями, такими же гражданами РФ, которых на 25.12.1993 года не было ни одного. Таким образом, закон о приобрести гражданство РФ в принципе невозможно. Что же касается до основного документа, удостоверяющего личность, так называемого паспорта гражданина РФ, то, несмотря на название, никак не подтверждает и не предоставляет владельцу такого документа самого гражданства Российской Федерации. Об этом говорит и статья 41 Федерального закона о гражданстве РФ номер 62 от 31.05.2002 года и ответы официальных структур МВД РФ, полученные людьми на соответствующие запросы. Возникает закономерный вопрос. Если русские люди, проживающие ныне на своей родной земле, по законам РФ не имеют гражданства РФ, то в каком же тогда правовом статусе они вступают в отношения с Российской Федерацией и каков правовой характер этих отношений? В основном и главном законе, устанавливающем права людей, Конституции РФ, содержатся два термина – человек и гражданин. Но практически во всех аспектах повседневной жизни правовые отношения людей с Российской Федерацией регулируются не Конституцией РФ, а кодексами – налоговым, гражданским и уголовным. А кодексы, в свою очередь, не содержат в себе этих терминов – человека и гражданина, но предлагают людям при реализации соответствующих своих прав и обязанностей совсем иной статус, а именно физическое лицо. Почему мы говорим, что кодексы эти именно предлагают людям принять новый правовой статус – физическое лицо? То есть, говоря юридическим языком, выступают в роли оферты, которую люди могут принять, а могут и отказаться от этого. Да потому что ни Конституция РФ, ни какой бы то ни было другой нормативно-правовой акт, действующий в Российской Федерации, не устанавливает тождественности термина «человек» или «гражданин» к термину «физическое лицо». Равно как и не дает этому термину «физическое лицо» никакого определения. А значит, кодексы эти – гражданский, налоговый, уголовный – не имеют правовой связи с основным законом Конституции РФ и юридически не обязательны для исполнения для человека и гражданина. Обязательными они становятся только в случае, если человек добровольно соглашается считать себя физическим лицом, то есть принимать на себя таковой правовой статус. Так какой же смысл несет в себе этот термин «физическое лицо»? И каковы последствия добровольного согласия человека считать себя физическим лицом? Понятие «физическое лицо» несовместимо с живым человеком, созданным Богом нашим, Пресвятой Троицей, Отцом, Сыном и Святым Духом. Святое Писание говорит нам «И создал Господь Бог человека из праха земнага, и вдунул в лице Его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга Бытия, глава 2, стих 7. Человек имеет живую душу, и пока она живет в его теле, он является живым человеком. Когда живая бессмертная душа человека выходит из тела и идет в иной мир, то тело человека становится мертвым, его предают погребению. Физическим лицом можно назвать тело человека только после его смерти, но не как при его жизни. По толковому слову Владимира Даля, понятиям и законам физики, и по правилам русского языка физическими, можно называть только мертвые, неводушевленные предметы. Поэтому физическое лицо – это мертвое лицо, среднего рода, неводушевленный предмет. Это никак не совместимо с православным вероучением. Живой Бог создал живых людей. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Так говорит нам Святое Писание. Таким образом, действующая в Российской Федерации власть документально умертвила всех людей, добровольно признавших себя физическими лицами, а поэтому и обращается с ними, как с неживыми предметами. Присваивает им идентификационные номера, ННС, НИЛС, личный код, вместо имен, полученных во Святом Крещении. Проводит регистрацию физических лиц по месту их пребывания, приравнивая правовый статус человека к имуществу, товару, подлежащему обязательной регистрации. Все это является не только вопиющим нарушением прав человека, а именно статьи 21, часть 2, всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, устанавливающей, что никто не должен подвергаться унижению человеческого достоинства, но и холой на Господа Бога нашего, сотворившего человека живым и бессмертным. То есть, другими словами, властью Российской Федерации был совершен правовой обряд захоронения людей. Из живых они превратились в юридически и духовно мертвых. И сделано это было с добровольного согласия самих русских людей. Для чего понадобился подобный противоестественный, преступный, сатанинский и правовой обряд? Ответ на этот вопрос мы находим в 67-й статье Конституции РФ, которая говорит нам, что Российская Федерация осуществляет свою юрисдикцию только на континентальном шельфе РФ, то есть на морском дне, вокруг территории материка. Живые же люди, находящиеся на материке, находятся вне юрисдикции Российской Федерации, не имеют перед ней никаких обязательств и не подлежат суду РФ. Поэтому, для того, чтобы распространить на них свою беззаконную юрисдикцию действующим властям РФ, и было необходимо привести живых людей в состояние правовой юридической смерти, соделав всех людей с их молчаливого согласия неводушевленными физическими лицами. Это и есть тайна беззакония, совершаемая антихристовой системой Российской Федерации над народом Святой Руси. Доказательством того, что описанная высшая правовая ситуация обоснована, неопровержимо послужило очередное судебное заседание по продолжению нашего срока содержания в сезон номер один города Ульяновск, в котором мы незаконно содержимся на протяжении уже шести месяцев. 9 августа 2024 года нашего Державного Патриарха Зосиму, отца Симеона и меня, доставили в так называемый Ленинский районный суд города Ульяновска. В самом начале заседания Державным Патриархом было заявлено называющей себя судьей Паладовой ЮЕ, что в соответствии со статьей 19 Уголовного Кодекса Российской Федерации, «Уголовному преследованию в РФ подлежат только физические лица, которыми мы не являемся, а являемся живыми людьми, верующими, православными христианами, в связи с чем, а также в связи со статьей 67 Конституции РФ, юрисдикция данного суда не распространяется на нас, и дальнейшее продолжение заседания будет являться нарушением всеобщей декларации прав человека». Также, в соответствии со статьей 119 Конституции РФ, которая устанавливает, что судьями могут быть только граждане РФ, лжесудье Паладовой ЮЕ было заявлено требование предоставить документы, удоставляющие личность и подтверждающие гражданство РФ. В зале повисла тишина, а на лице лжесудьи отразилась откровенная растерянность. Поскольку ни юрисдикцию свою, ни гражданство подтвердить лжесудья не смогла, ей был заявлен отвод. Судья, прокурор и следователь удалились на совещание, а мы были выведены из залы. Через достаточно продолжительное время заседание было продолжено. Отвод лжесудьей был отклонен, но постановление не содержало ни одного довода, указанного нами при ходатайстве. По этой причине державный патриарх открыто назвал Паладову ЮЕ лжесудьей, а сам суд сатанинским беззаконным сборищем, умертвляющим людей против их воли, не изводя их до унизительного статуса физического лица. Мы выразили протест и потребовали удалить нас из залы. Заседание было повторно прервано. На этот раз перерыв длился еще дольше. Когда же оно было возобновлено, то нам стало понятно, что лжесудья, прокурор и следователь, для того, чтобы придать происходящему в зале хоть какой-то вид законности, решили продолжать разыгрывать свое театрализованное представление, полностью игнорируя нашу позицию и наше заявление. Несмотря на громкие протесты с нашей стороны, полный отказ следует регламенту беззаконного заседания, высказывание неуважения к лжесуду. Лжесудья, прокурор и следователь доведут заседание до конца, зачитывая свои реплики по сценарию как роботы. Выглядело это все достаточно жалко. Когда же лжесудья Паладова Юе уже в присутствии только нас и конвоя зачитывала беззаконное постановление о продлении срока нашего содержания в СИЗО, то не смогла сдержать волнения и озлобленности и закончила заседание словами «Чтоб ты сдох, надеюсь тебя придушат там в СИЗО» в адрес нашего державного патриарха. Все это слишком обнаружило правовую несостоятельность, юридическое бессилие и беззаконие лжесудьи Паладовой Юе и всей так называемой судебной системы Российской Федерации. Митрополит Русской Православной Церкви Царской Империи Енох. Продолжение следует... Продолжение следует...